друзья всем привет давненько я ждал данный смартфон это kingzone s2 смартфон который стоит очень мало является так называемым ультра бюджетником цена его в районе 45 50 долларов со скидками можно взять еще дешевле это телефон из магазина gearbest дошло кстати быстро быстрее чем это происходит в алиэкспресс но по крайней мере у меня так и я рад что как раз пришло к рождеству как и задумалась как и планировалось сегодня 8 число и сегодня 8 число и как раз к рождеству подоспел этот смартфон то есть две недели шла посылка иногда посылки доходят за две недели но в очень редких случаях из алиэкспресс но вот в gearbest и посылки идут быстрее это замечено хотя я там не покупал очень часто но вот такое вот мое наблюдение давайте осмотрим смартфон данном случае нас встречает такая коробка несмотря на то что это бюджетник очень приятная коробка на ощупь такая добротная что бюджетник и не скажешь если дарить кому-нибудь жене сестре детям то в принципе достойная коробка можно не ударить в куря с лицом и не вызвать так скажем никаких подозрений что вы дарите бюджетное устройство по крайней мере по коробке не не скажешь что это бюджетник здесь у нас язык и зарядка то есть для сша для европы у нас европейская версия и языки русский здесь цвет устройства ну и собственно все остальные характеристики cpu mtk 6580 внутренней памяти 8 гигабайт android 6 версии marshmallow экран 4 и 5 дюйма с IPS матрицей камера основная на 5 мегапикселей сэлфи камера на 2 мегапикселя батарея на 2300 миллиампер часов что друзья для такого экрана маленького является очень хорошим показателем вполне неплохие так здесь у нас металлическая рамка вот видим металл флэй надпись двойная си две сим-карты hdr съемка fm-радио gps и вайфай все больше никаких надписей нет давайте откроем кстати да здесь были пломбы я их снял было вот так вот сегодня чтобы не думали что посылка пришла в таком состоянии просто снял транспортировочную пленочку раскрыл сразу же вот эти вот пломбы чтобы было удобно показывать вам смартфон и впервые вот его открываем так внутри коробка тоже ничего толстая встречает нас вот такой вот смартфон вот как он выглядит кинг зон динамик я так понимаю здесь камера со светодиодной вспышкой на одной линии у нас находятся все три кнопки вот металлическая рамка действительно присутствует это не обман крышечка у нас сделано по принципу как сделано в холтоне вы знаете что там крышечка да такая вот летая монолитная и давайте посмотрим что нас ожидает если ее отодвинуть эту крышку посмотрим что нас ожидает внутри крышечка снимается вместе с кнопками аккуратненько вот так вот такая батарея 2016 году сделано вот так она выглядит кстати вес у нее я думаю соответствует заявленному вес приличный мне кажется даже что больше может емкость показаться чем это заявлено здесь у нас куча сертификатов всяких как мы можем видеть здесь слот под micro sd карточку sim карта мини sim либо micro sim скорее всего мини sim и здесь под полноценную sim карту большую это под аккумулятор больше здесь ничего нет только вот нанесены всякие только вот динамик и в принципе все и вот смотрите металл металл да и вот смотрите как это все выглядит здесь металл действительно металл друзья бюджетники но металл и вот этот вот металл он и здесь же продолжает вот так что друзья никакого обмана телефон действительно металлический бюджетный но металлический вот итак давайте же посмотрим что нам принес дед мороз в этом году зарядочка зарядка на 1 ампер не на 5 шнур не брендированный обычный белый что прочным толстым ободом ухты друзья смотрите что гербес нам положил дополнительную крышечку вау спасибо и инструкция вот на русском языке конечно же нет инструкции это даже не инструкция друзья это обычная брошюра с характеристиками смотрите здесь указано что у нас yamaha аудио чип установлен ничего себе неужели это правда но я послушаю я даже не ожидал где не встречал информации о том что здесь yamaha чип то есть это для меня явилась новостью так ну вот такой вот комплект принципе стандартный как и везде комплекте нет у нас наушников и нету у нас чехла поэтому позаботьтесь о том чтобы купить их отдельно я очень удивлен и если кто знает скажите пожалуйста в каких цветах еще бывает смартфон я знаю что в черном вот в белом по моему есть и давайте посмотрим как это будет смотреться в том чехле который нам подарил gearbest вот как смотрится вполне красиво друзья знаете смартфон выглядит для бюджетника для утра бюджетника просто шикарно я очень доволен смартфоном в черном цвете выглядит менее эффектно чем вот в этом оранжево мне очень нравится правда я думаю что подарить какой-нибудь девушки этот смартфон и очень понравится цвет в жизни еще более привлекателен чем это выглядит на на съемке такой вот ярко оранжевый цвет мы сняли нашу транспортировочную пленочку и включили наш смартфон под ней нас ожидает еще одна пленочка заводская уже защитная смартфон мы значит включили и что сказать по поводу экрана но экран качественный мне нравится для ультра бюджетника очень даже ничего кнопочка посмотрите как выполнена кнопка домой она у нас сделана в виде кнопки настоящей физической кнопки но она является сенсорной телефон хорошо реагирует на нажатие всеми этими кнопками и выглядят они мне кажется что стильно по сравнению с теми смартфонами бюджетными ультра бюджетными которые раньше были у меня на обзоре данный смартфон действительно изобилует вот дизайнерским решением вот вот этой вот нижней панели где располагаются сенсорные клавиши и это радует потому что несмотря на то что телефон очень бюджетный вместе с вот этой вот рамкой посмотрите да как она переливается эта рамочка наряду с тем и дизайнерское решение самих кнопочек дополняет вот какой-то общий фирменный такой вот стиль мне данные данное решение очень понравилось если перевернуть смартфон посмотрите какой цвет приятный с подарочной вот это вот крышечкой я уверен если вы купите на алиэкспресс то крышечки вам скорее всего не видать но гербес любит делать подарки за это отдельное спасибо то есть я сэкономил несколько получается долларов и дополнительную крышечку купил под поэтому если эта крышечка под чем-то не устраивает кажется скучно это черный цвет либо вы поцарапаете ваш смартфон можете установить дополнительную крышку экран как вы видите детализация на высоком уровне находится цветопередача цветопередача грамотная она не будет вам мешать читать какой-то текст потому что она умеренная она именно такая которая нужна белый цвет баланс белого здесь на хорошем уровне находится белый цвет белый есть также фирменная вот такая вот менюшка очень удобно пролистывать не по-моему данное решение пришло из телефонов у китал дубе и хонт очень эффектно выглядит то есть смотрите у у нас можно снимать видео с экрана почему-то сейчас не работает у нас можно вызвать меню можно запустить аудиоплеер вот так и прокручивая данное колесо мы можем также запустить калькулятор в галерею а это что такое это управление управление разрешением то есть фэрвол такой здесь у нас фонарик у фонарика очень качественный белый цвет светит неплохо хорошо по умолчанию включена gps здесь еще автоповорот bluetooth wi-fi сим-картами управления режим полета и не беспокоить режим удобно вот такое вот меню смотрите какие программы предустановлены значит у нас есть поиск голосовой поиск youtube уже установлен диктофон смена тем собственно телефон музыкальный плеер новости play market сообщение sms карты google поиск почта от google галерея fm-радио файл-менеджер кстати смотрите сколько всего памяти и сколько доступно больше половины доступно камера обычный e-mail не gmail а обычный то есть вы можете любой почтовый ящик сюда яндекс mail.ru там что угодно сюда подключить папка с загрузками из интернета ну чего бы то ни было да контакты часы в том числе будильник камера лентарь калькулятор и бэкап ага нужна карта памяти чтобы запустить эту программу и собственно вот поиск а теперь пройдемся по меню смотрите меню у нас необычное оно у нас модернизированное красиво выглядит необычно непривычно значит у нас есть здесь умные жесты включить камеру далее браузер запустить часы установки музыка e-mail смотрите хотите запустить e-mail рисуйте w на экране но не сейчас в данном случае если экран если экран отключен вот сработало w и пожалуйста e-mail если вы его настроили у вас открывается голосовой поиск слушает нас а затем ищет язык давайте сменим язык на русский вот он наш русский язык так wi-fi bluetooth sim-карты передача данных еще экран что vision кстати есть это хорошо крупный нужно у нас установить шрифт поворачивать изображение яркость цветовая температура посмотрите вынесена в отдельную так скажем так скажем ага наверно нужно в мировижен убрать значит по умолчанию и там станет доступно скорее всего ну в данном случае утилита мировижен нам особо не нужна тут и так все в порядке с белым цветом прекрасный белый цвет мне экран очень нравится здесь ничего поправлять не нужно исправлять звуки уведомления ну послушаем насколько громко у нас звучит телефон знаете динамик качественный я же слышу что динамик хорошего качества на удивление очень ясная передача звука давайте отключим еще всякие вспомогатели вау все равно хороший очень звук смартфоне я доволен приложение наши стандартные да в данном случае приложение хранилище хранилище и usb ну это понятно батарея энергосбережение в режиме в общем когда это требуется он включается сам ну пусть будет так память управление жестами и местоположение безопасность аккаунты google и все остальное восстановление системы дата и время специальные возможности ну они вам должны уже быть знакомы эти специальные возможности смысла на них останавливаться нет отдельно печать вот есть такая настройка виртуальный принтер ну и собственно как я уже говорил обновление хочу сказать что я ставил на зарядку смартфон индикатор событий когда ставишь на зарядку смартфон здесь вот в этом углу светится начинает светиться синим цветом диод он очень маленький его в принципе не очень сильно заметно но он есть он есть в ультра бюджетники где вы такое видели очень приятный и полезный бонус не знаю будет ли он работать когда получишь смс или сообщение по скайпу или емейл должен по идее работать раз он есть вот такой вот приятный бонус так что бюджетник у нас удался сто процентов это один из лучших ультрабюджетников на данный момент включаем камеру и начинаем такой вот небольшой тест давайте достанем из коробки предметы которые сможем сфотографировать вот так передача цвета у нас я вижу что хороша ну вспышка по моему не засвечивает особо сильно работает в принципе адекватно еще раз сделаем автофокуса да друзья по моему нет но посмотрите вполне качественно справляется вспышка со своей задачей то есть есть намного хуже варианты фотографирования в этой ценовой категории в данном случае несмотря на отсутствие автофокуса да автофокус точно отсутствует камера здесь срабатывает неплохо видеосъемочка опять же таки автофокуса нет но но камера адекватная она экспозицию грамотно выставляет она ее автоматически корректирует в зависимости от условий съемки посмотрите даже при очень близком расстоянии все равно происходит переэкспозиция для этого вам нужно нажимать на экран чтобы выбрать область которую вы хотите как бы снять сейчас мы уберем рамку которая нам мешает вот эту так убрали выключили продолжим наш эксперимент звук послушаем съемка на kickzone s2 kingzone s2 я поднес близко телефон источнику звука и послушаем как он снимает с каким уровнем громкости он может снимать видео слушаем так ну здесь достаточно тихо все в самом смартфоне слышно посмотрим как это будет выглядеть когда уже мы включим запись на компьютере мы снимаем на kingzone s2 kingzone s2 вот такое качество съемки видео в данном смартфоне вот такой чувачок и смотрим как реагирует экспозиция то есть я сейчас классно в левую часть экрана и вот у нас происходит засвет вот этой области с нашим я сейчас навел экспозицию на тапом тапом навел экспозицию на слоненка и его аккуратненько вспышкой вот так вот выделила сейчас я на виду в левую часть экрана на крышку черную крышку там света мало поэтому сейчас будет засвет вот пожалуйста все правильно происходит здесь у нас выделилась эта область вспышка сработала сильнее и экспозиция выставилась как более длинная а слоненок у нас засветился сейчас мы обратно слоненка выбираем и вот происходит следующее то есть работа с экспозиция здесь грамотная даже на удивление грамотная будет получше чем во многих других бюджетниках запись на kingzone S2 качество звука в диктофоне таким будет звук когда вы будете использовать данный телефон в режиме диктофона а вот такого вот качества звук у вас будет когда вы будете разговаривать по данному телефону например в скайпе в обычном разговорном режиме либо через какую-нибудь программу например ватсап вайбер ну и так далее друзья думаю микрофон здесь хорошего качества и работает он прекрасно в комплексе со звуковым аудио чипом от ямаха справляются на мой взгляд прекрасно давайте проверим еще раз как фотографирует наш смартфончик правильно ли экспозицию выбирает он вот ну в данном случае немножечко пересвет есть есть пересвет наверное с этим можно справиться если уровень экспозиции поставить на минус давайте проверим да сработало это очень хорошо друзья обычно не во всех смартфонах срабатывает вот эта функция снизить экспозицию здесь работает и это говорит о том что доводкой изображения занимались есть ручной выбор съемки уровень ISO вот в принципе качество съемки неплохое давайте посмотрим full hd или у нас либо hd но на коробке написано hd и конечно же здесь тоже hd чудес ждать не приходится и так погнали по тестам мультитач тестер два касания два друзья два давайте сначала вот таком вот положении проверим как все работает 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 хорошо и в таком положении а вот в этом положении наблюдается немного проблемы немножечко теряется второй touch но увы это плата за бюджетность поэтому смартфоном пользоваться удобно можно только в таком положении читать новости серфить в интернете а вот в таком положении будет это уже не так удобно делать фотографии там перелистывать можно без проблем вот какие-то операции требуешь требующие уже близкого друг к другу расположения пальцев делать уже не получится вы видите да только если играть в игры например с таким вот положением то можно без проблем так что имейте в виду следующий тест у нас это звук друзья берем наши наушники подключаем включаем youtube и поехали в бал ну знаете что я вам скажу звук на удивление хороший то есть не обманули не обманули нас китайцы производитель в данном случае kingzone ямаха аудио здесь действительно по-моему есть явно лучше звук чем во всех бюджетниках более дорогого даже класса то есть как вам дать понять что звук здесь действительно качественный есть признаки друзья это очень такое вот пространственное звучание то есть когда панорама слышно она здесь очень хорошо слышится то есть каждый отдельный эффект он слышится вы его слышите это создает так вот эффект очень качественно такого благородного звука ну если вдаваться в подробности да плюс хороший уровень басов такой прям тух 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 как вот как надо работает в этом плане звук немножечко не хватает высоких частот но на фоне того что я уже сказал все равно звук очень качественный те три бани которые я выдвигаю это уже для устройств более премиального класса таких как Meizu Pro 6 который вышел недавно и там топовые аудио чипы установлены и к ним требования еще выше вот там должен быть тот же самый звук те же самые выделение эффектов панорамы басов плюс еще высокие частоты все это должно вместе уживаться и давать качественный звук здесь звук ну классом ниже да классом то есть если там на пятерку звук здесь на 4 с минусом примерно и это очень крутой показатель друзья за эти деньги это смартфон просто шикарный знаете этот телефон вот мне уже начинает нравиться то есть он дает ощущение смартфона за который ты заплатил и получил больше вот реально друзья как часто такое бывает скажите не очень часто я думаю качественный звук качественный экран неплохая фотокамера у нее хороший уровень цветопередачи и прекрасно она справляется в условиях плохой освещенности конечно же макросъемка вам не будет удаваться на этом смартфоне потому что автофокуса повторюсь нет но снимать вот объекты на расстоянии 20 сантиметров вполне можно и даже текст мультитач адекватный сенсоры у нас и вот есть как бы высвечиваются дополнительные но они скорее всего у нас не работают они просто высвечиваются ну сон сенсор есть потому что он есть то есть звук ловит и нормально это все происходит уровень звука замеряем сенсор ориентации в данном случае я не вижу чтоб он работал он скорее всего не работает потому что датчика здесь соответствующего нет вот light сенсор тоже почему-то не работает наверное его здесь просто но этот датчик есть везде этот тоже в принципе есть а вот датчика света увы скорее всего здесь нет ну да ладно это ничего страшного что самое главное это без проблем установились танчики World of Tanks без проблем то есть на многих телефонах с этим проблема ваша модель телефона не подходит там начинает писать здесь же без проблем это все установилось я думаю что этот телефон идеален для игры именно в 3d игры почему потому что экран маленький разрешение маленькое видеокарта та же самая это мали 400 с двумя ядрами и за счет того что разрешение экрана меньше здесь и производительность будет выше чем на экранах с hd разрешением я хочу даже вам это продемонстрировать а в дальнейшем следите за обновлениями на канале я сделаю полноценный игровой тест с количеством кадров в секунду наглядно сравню со смартфоном который будет иметь hd разрешение вы увидите насколько сильно он отстает от данного телефончика с вот таким вот разрешением экрана и увидите насколько велико его преимущество если оно конечно будет оно будет уверяю так вот увидите насколько выгодно это покупка именно для игр по сравнению со смартфонами с диагональю 5 дюймов слушаем качество звука так друзья в динамике звучит качественно по громкости на тройку с плюсом не слишком громко услышать то вы смартфон услышите послушать те в тихом негромком помещение тоже музыку сможете на радио там например либо просто включив видеоплеер либо музыкальный плеер можно но если в комнате будет шумно то уже вы к сожалению ничего толком не расслышите нормально поэтому слушайте музыку в наушниках в этом смартфоне качественный звук позволит вам это сделать тогда пройдется глобство тогда если и взять